Ось уже и по выборах, але який сенс сього, який, какой прок с этого, если народ и доси залишается вариться в соку собственного раболепского тщеславия, праздника вечного патролизма, который выховался многими-многими столетиями. К сожалению, вражки еще хуже, но это не значит повод радоваться, что тут чуть-чуть капельку лучше с этим. Поэтому народ уж тулмачишь и объясняешь, что чем больше они отдают свои голоса за партию слуга народа Зеленского, но без коалиционной поддержки Саакашвили, который должен бы набрать был не просто там какую-то золотую карту, а влиятельную коалиционную поддержку Зеленского и тоже партии Зеленского, коалиционную силу, чтобы контролировать эту партию, чтобы она не развалилась, как колос на глиняной ноге. Что в принципе и ожидается, потому что там начнутся войны враждебные, клановые, подковерные, о чем моментально будет известно сообществу. И от этих войн сообщества никак не выиграют, а выиграют наоборот враги или парохоботы от регионалы, и парохоботы от этого точно выиграют. Так что народ бездумно для себя проголосовал не аналитически, а холопско-барински, тенденциозно. Людям говорилось, что в самой этой партии будут делиться люди на фракции, на группировки Коломойского, про чисто Зеленковские, ближе к телу, друзья. Другая еще какая-то фракция, каждый про-про, и они начнут там враждовать. И чем больше их, тем больше вражды. А на самого Зеленского, всем им, за исключение, ну всем им, те, которые в его партии будут возглавлять эти фракции, коалиции, по разгрому других, бабки же надо где-то брать. Потому что придут те другие, и их опять выметут пиаровскими штучками. Голос же что-то поднялся, он же вообще нулевый, Вакарчук, в политике, в знаниях и тому подобное. Все же помнят прекрасно, как он чморил, критиковал, ругал Сашка Билова, не знаючи, не разебравшись во всем. То есть он самый такой тоже прокоррупционный голос по ветру. Куда ветер, туда и он, его этот голос. То есть такие самые будут во фракции и в партии у Зеленского. Так же, как и в нашей Украине, так же, как и в коммунистической партии во времена военного коммунизма. Ленина вальнули, Сталин поднялся, потом тех начал валить. Ну, блин, 25 опять. То есть, но им же объясняли, этому электорату, что если вы проголосуете за Саакашвили, то это будет гарантия того, что Зеленский со своей политикой именно, с этой политикой, с которой он пришел в сериалах, в поддержке этих сериалах, в народной поддержке, он будет воплощать это в жизни. Но народ не понимает. Он раболепский, туды, туды, потому что это же ну. А за тех, кто реально будет контролировать, чтобы Зеленского того же самого не скинули в своей же партии, это Саакашвили. Народ не чухается об этом. Потому что народ раболепский и патерналистичный. Он идет за образом, за имиджем, за визерунком, за идеалом. Вот, 28 лет уже идеалится, идеалится все на том месте. В гамме, в коррупции, в дерьме, в обидах постоянно. То есть, походивший по этим выборам, поддерживающий одного кандидата, то есть, я некоторые вещи понял, уразумел об этом народе. То есть, те, которые реально-то как бы этнические, как бы украинцы, они каким-то чудом образом, почему-то как-то чуть более, ну, может это чисто так, от вольняшки наблюдения, чуть чище, неж те, которые... Потому что у них этнически осталась еще генетическая мемори от казаков, от древних казаков. А те, которые не с примесью рабства чистого, северного, скорее всего, какого же еще, те, конечно, вот так распределены. Одни люди, простые, те же самые люди, жалуются, что, ну, спасите, ну, мы живем в дерьме там, то в мусоре еще каком-то, то несправедливость от чиновничьего беспредела, бандичью это сраное, воры, смердячие, которые расстреляны, должны в тот час же ж, чтобы как-то очиститься стране. Нет, они идут дальше во власть. Вчера, если можно вот эту пенсионерку вот так жить. То и другим людям на это наплевать, потому что, когда эти люди участвуют в подкупах, в чмарении, в сосании, в лязании бутов, этих, ботинок, смердячим, вонючим чиновникам, ворам, то этим самым, они же тоже простые люди. Конечно, может тоже этнически какой-то части принадлежать к Украине, но, скорее всего, не очень, потому что они готовы плевать на таких же простых, как они, людей, тем, которых плохо, тех, которых грабят, чморят, убивают и ничего не могут против этой преступной власти сделать-поделать. А те, которые сосут, облизывают эту вонючую, гнилую, за подачки, смертящие подачки, как чморям с крестьянничеству, чмошему, вонючему крестьянничеству, подачки кидает к шалавам. Вот так и этот народ готов плевать на обычный свой, такой же самый, тоже простой народ, но за подачки готов плевать. И вот, покуда это не прекратится, так будет вечно. Никакой Зеленский от этого не спасет, потому что он поделится только на фракции, на вихре, и даже не будет Саакашвили, который человек идейный, как Ярослав Кочинский, потому что он испытал боль, горечь, так же, как и Саакашвили с войной в Рузе, а Ярослав Кочинский со смертью брата, Леха Кочинского, под Смоленском, от убийства Путина. То есть и тот, и тот идейный. И у тех, и у тех с коррупцией в своей стране получилось и получается до сих пор. А те, которые не идейные, они абсосы обычные. И с ними бесполезно разговаривать, потому что они тупы, и так будет вечно продолжаться. Потому что чем больше народ патроналистичен, тем больше он тупой, и наоборот, и опять 25. И вот, покуда так будет с этим народом, социальное неравенство, говорят, ну, конечно, да, Октябрьская типа революция, переворот, там, где холота, чернь, вырезала буржуев-богачей. То есть социальное неравенство. А откуда оно взялось? Что, кто-то навязал это неравенство? Нет. Люди, сами такие, чмарообщество гнилое, по своей сути, эстоте и характеру, покуда оно, это чмарообщество, не поменяется каким-то чудесным образом. Так постоянно и будет оно. Потому что этому обществу наплевать. Лишь бы одну единицу, которая прорвалась куда-то, подсосала, подлезала, подъехала кому-то побогаче, а на остальных насрать, наплевать. Вот тем, как и в 17-м году было в Петрограде Ленин приехал, сами же не могли даже сделать революцию россияне. А до этого не могли сами управлять Россией, Катерина II управляла. Ну, то уже ихний зашквар. То есть вот из этого социального неравенства и взялась вот эта кровавая, вырезальная революция, так званая. Так, званая Великая Птябская, которая вверху переломала и тому подобное. Совок остался тот же самый. И покуда этот совок такой самый и будет, покуда будут браться такие вонючие гнида-чимыри, как Оливер Стоун, такие шапки Путина, как Стивен Сигал, там политики президента, зиманы. Та же самая, тем же страдает Меркель. То, что воцарился Виктор Медведчук, это следствие, а не причина. А причина воцарения Виктора Медведчука, она идет, на самом деле, еще начиная с 2014 года, когда канцлер Германии Ангела Меркель по просьбе Владимира Путина попросила, надавила, точнее, на Петра Порошенко, чтобы Петр Порошенко засунул Виктора Медведчука в трехстороннюю контактную группу по минским договорникам. И отсюда мы видим, что начался стремительный рост неформальной карьеры Виктора Медведчука. Что Виктор Медведчук как раз в последние годы правления Петра Порошенко достиг такого могущества, которое у него, ну, последний раз, по-моему, было, когда он был, наверное, главой администрации президента. Ну, сейчас страну, которая кровоточит в войне, взял на поруки Макрон Зеленского под политические такую опеку. Ну, прикольно, конечно, все это, но оно настолько дико смотрится для тех стран, для тех сообществ, там, Англо-Саксонской империи, еще кому-то, которые уже поднялись в своем социальном более-менее равенстве, там, где есть какие-то понятия у народа о суде Линча, там, где какую-то часть населения какие-то беспредельные мрази чморят, то все население встает, не плакатики какие-то молют, не там какие-то там это ходы вышиванковские, протесты, а встает в суде Линча и сметает этих мразей, чтобы они никогда не повставали против народа, потому что народ это единое, целое, плюс, когда это поймут соседние народы, они точно так же будут себя вести, как и наш украинский народ, учиться друг у друга, как лучше, в социальном равенстве пребывать, в демократии, это же как бы типа демократии, демо, то есть вообще какие-то левые слова, а вот демократия и социальное равенство и в определенном смысле, когда зло наказуемо, кровавым линчем от этого народа, мразям, вот тогда вот это я понимаю демократия, они просто там демос, кратос, хирятос, вот вам и социальное неравенство, то есть равенство идиотизма и тупости, совковизма, а если бы народ электоришка, электоратишка не был бы таким тупканутым, то партия Саакашвили бы заняла бы второе, ну ладно уже там третье место, рыготня не прошла бы конечно, и тогда бы была бы такая спайка, Зеленский гарант того, что Саакашвили не зарывался бы, ну потому что он бы мог бы опять как бы лишить его гражданства, но это так, феерия, он бы такого себе не позволил, он же не Рошена чему, а Саакашвили в свою очередь следил бы за тем, чтобы Зеленского не топили бы его вот эти чемуряжки, олигархашки в его фракции, забегрений не было и тому подобное, но и так два срока, два срока так бы вычистили ныненькую матеньку Украину, что и Польша бы офигела, и все бы офигели, потому что нет таких даже и у Польши, и подавно таких природных богатств, но она, социальный уровень и промышленность, и развитие, и бизнес во много-во много крат превышает, чем Украина. Вот вам социальная справедливость, в тупости электоральной, в дебилизме справедливость вот эта, вот насколько туп и диетичен человек, бездушен, бездуховен, настолько он и страдает, никто ему не виноват, сам виноват этот электорат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok